Дорогие братья и сестры Сегодня я, иншалла, дам два небольших урока Первый будет по книге имама Абдал-Киима То, как и обычно, мы каждую субботу с вами разбираем Полезные наставления, альфа-вайт, личный сборник и дневник Имама Абдал-Киима А второй после намаза, иншалла, будет немножко другой Возможно, в будущем, иншалла, в последующих субботах будем чередовать Он больше будет касаться практики Но об этом чуть позже А сейчас следующая глава имама Абдал-Киима Она посвящена его рассуждениям о сущности этого мира Естественно, многие из вас наверняка читали Очень много проповедей слышали По поводу истинной сущности этой Дуни Но личные переживания человека Личные переживания человека Они всегда интересны Здесь, в этой краткой главе Имам Абдал-Киим дает интересные сравнения Сравнения, я бы сказал, они очень-очень даже художественные Красноречивые сравнения Которые помогают нам осмыслить истинную сущность этого мира Того самого мира, из-за которого происходят войны Между целыми государствами Того самого мира, из-за которого постоянные конфликты возникают в обществе Того самого мира, из-за которого проливается кровь И так далее, и так далее Так вот, имам Абдал-Киим говорит Мир этот подобен Обратите внимание на этот образ Подобен блудливой женщине Прелюбодейки Он сравнивает этот мир С прелюбодейкой Смысл Смысл этого сравнения в чем заключается Блудливая женщина, которая не может жить с одним мужем Блудливая женщина, она и есть блудливая женщина Но то она и блудливая, что то с одним, то с другим, то с третьим, то с четвертым То есть она завлекает многих мужчин Пишет имам Абдал-Киим Так не соглашайся же на этот разврат Далее он говорит Идти, то есть проявлять устремление, усердие Ради того, чтобы снискать какую-то пользу От этого мира, от этой дуни Значит идти по земле В которой множество диких зверей Представьте, вы в лесу Вы один И вокруг вас очень много диких зверей Львов Хищников Которые так или иначе Угрожают вашей жизни И принесут вам вред Или же он говорит А плавать в нем То есть в этом мире То же самое, что плавать В пруду с крокодилами Представьте на секунду себя В пруду с крокодилами Далее он говорит То, что приносит радость В этой дуни Смотрите Очень интересно Глубина мысли То, что приносит радость В этой дуни То вызывает и печаль И боль в ней рождается В этой дуни От наслаждения А горости От радости Оно так и есть Потому что Все, что в этой дуни Даже приятное Оно всегда сопрягается И идет Черед за чередом После неприятного В отличие же От От чего От грядущей жизни От наслаждения И блаженства В грядущей жизни Где не будет печали Где не будет в груди Злобы Ненависти К другим людям То, как это Описывает Аллах Су-Анталя В своей книге Однако В этой жизни Как говорит имам Нархейм Приходит радость А потом горечь Все Абсолютно Элементарно То есть Мы наслаждаемся Сегодня своим здоровьем Своей силой Но приходит время Мы страдаем Тем, что Подрыхтели Подрыхлели Постарели У нас Какие-то органы Уже не так работают Приближаемся К смерти И это Естественно То, что Предопределил Аллах Су-Анталя Так в чем же Спасение Спасение Естественно В том Чтобы идти Путем Угодным Аллаху Су-Анталям И следующая Мысль От имама Абн-Аль-Каима Она тоже Касается Этой темы Размышления Об истинной Сущности Этого мира Что он говорит Птица Человеческой Природой Здесь он Прибегает К этому Образу Птица Человеческой Природы То есть Человеческого Навса Видит Зерно Зерно Что делает Птица Увидев зерно Она бежит К нему Правильно Чтобы Наесться Поклевать А око Разума Око Разума Видит Силок Что такое Силок Для тех Кто не знает Это Петля Петля Которую Ставят Охотники Чтобы Поймать Кролика Зайца Какое-нибудь Животное Которое Попадает Животное И Само Себя Затягивает Само Себя Затягивает Тоже Интересный Образ Почему Он Именно Выбрал Силок И Далее Он Продолжает Тогда Как Око Страстей Слепо Слепо Не Видит Так Мы Имеем Три Три Фактора Навс Который Идет К тому К чему Хочет Мы Имеем Разум И Сердце Который Осознает И Видит Правду И Мы И Мы Имеем Страсти Которые Слепы И Ничего Не Видят Так Вот Далее Имам Наркайм Пишет Страсти Украшают Себя Для Взоров Человеческой Природы И Те Кто Верует Сокровенное Отводят Взгляд От Них А Те Кто Следует За Ними Блуждает В пустыне Скорби А Первых Аллах Сказал Так Своей Книге Они Следуют Руководству От Их Господа И Они Преуспевшие А Вторым Будет Сказано Так Же Как Это Говорит Аллах Своей Книги Вкушайте И Наслаждайтесь Недолго Недолго Ведь Вы Являетесь Грешниками И Что мы Имеем В итоге Как заключение В этой Главе Те Кому Помог Всевышний Аллах Своей Они Осознали Истинную Цену Этой Дуни Недолговечность Своего Пребывания В нем Они Умертвили Страсти Ради Того Чтобы Снискать Жизнь Вечную Грядущую Пробудившись От сна Беспечности Гафля Они Взялись За Возвращение На Путь Правильный Путь За Возвращение Того Что Враг Шайтан Навс И так Далее Успел Украсть У них В период Их Гафли Беспечности Бездеятельности Поняв Что дорога Длинная Они Устремили Свои Взоры Конечной Цели Они Видят Конечную Цель Четко Ее Осознают Для Себя И Далекая Вдруг Становится Для них Близки И Каждый Раз Когда Жизнь Становится Горькой Для них А это Неизбежно Как мы Это уже Говорили И Подчеркивали То Воспоминание О словах Всевышнего Как об этом Говорит Аллах Это Ваш День Который Был Обещан Вам Иметься Ввиду Не Взирая Ни на Какие Трудности Ни на Какие Беды И Лишения Вот Такие Вот Интересные Размышления Имам Абн-Акайма О Сущности Этого Мира Следующая Маленькая Глава Также Краткая Но Очень Глубокая Она Здесь Названа В данном Переводе Удивительно Как Человек Может Не Любить Господа И Не Стремиться К Его Поминанию Как Человек Может Не Любить Своего Творца И Не Стремиться К Его Пониманию Имам Нальхейм Так Начинает Эту Главу Он Говорит Одна Из Самых Удивительных Вещей На Свете Вообще На Свете Смотрите Для Кого Это Может Быть Удивительным Семь Чудес Света Пирамиды И так Дали А Имам Нальхейм Человек Ученый А Как Мы Знаем Ученые Они Обладатели Сильной Веры Они Наследники Пророков Они Те Кто Познали Сладость Веры Они Те Маяки После Пророков На Которых Мы Ориентируемся Для Него Удивительным Является Именно Это Так Что Что Именно Знать Аллаха Понимать Что Он Есть И Не Любить При Ответом Слышать Его Глашатая Слышать Его Призыв И Медлить С ответом Знать Об Огромной Прибыли Которую Принесут Сделки С ним Как Это Образ Который Приводится В Коране Что Те Которые Жертвуют Своими Душами На Пути Аллаха Они Заключают Сделку С Аллаха И При Этом Заключать Их С Кем То Другим Как Об Этом Говорил Пророк Салсан Что Каждый Человек Утром Уходит И Возвращается И Каждый Продает Свою Душу Либо Спасая Ее Либо Губя Ее Ведя Ее К Погибели Знать О Том Насколько Страшен Гнев Аллаха Спаланталя А ведь Мы знаем Насколько Велико Наказание Насколько Страшен Его Гнев Гнев Над Теми Кто Сошел С Его Истинного Пути Аль Махдуби Алейхим И знаем Что Пророк Салсан Очень часто Делал Дуа Он Говорил Аллах Я Ищу Защиту Тебя Того Чтобы Не Лишиться Твоих Мил От Внезапного Твоего Возмездия Или Отмщения И далее Он Продолжает И при этом Навлекать На себя Этот Гнев Вкушать Одиночество И отдаленность От Аллаха Имеется ввиду По причине Чего Ослушание Потому что Человек Ослушаясь Аллаха Он Начинает Чувствовать Стесненность Груди И не Стремиться Приблизиться К Аллаху Последствием Покорности Ему Ощущать Стесненность Сердце Из-за Погружения Не в Его Повествование И не в Беседой О нем То есть Об Аллахе И при этом Не стремиться Расширить Свою грудь Поминая Аллаха А ведь Аллах С.W.T. Говорит О да Поистине Посредством Поминания Аллаха Сердца Находят Своё Успокоение И далее Он говорит Вкушать Мучения Которые Причиняют Привязанность Сердца Не к Аллаху И не бежать От этих Мучений Блаженства Устремления К нему К Аллаху И смирения Хущу Перед ним Но еще Более удивительно Говорит Когда ты Знаешь Что не можешь Обойтись Без Него Без Аллаха И крайне Нуждаешься В нем А каждый Человек Находится В таком Состоянии И при этом Отворачиваешься От него Сам И стремишься К тому Что отдаляет Тебя От него Поэтому Мои дорогие Братья Самая На самом деле Самая Великая Милость Аллаху По отношению К своему Рабу Это есть Свет Имана Свет Ислама И все Что я сейчас Перечислил Оно Справедливо В отношении Тех Кто Во-первых Не уверовал В Аллаху Не познал Сладость Веры В Аллаху То есть Кого Аллаху Лишил Этого А также Тех Которых Аллаху Дал Это Но Они Сами Собственно Ручно Отдаляют Себя От Сладости Веры От Света Ислама От Света Ислама От Света Ихсана И на самом деле Удивительное Положение Этих Людей И Следующая Маленькая Глава Мишала На этом Остановимся Она Посвящена Размышлению Имам Ибн Аль-Кейм Рахим Агулла О Совершении Греховных Поступков Маусы Когда Человек Идет Против Вули Аллах То есть По какой Причине Человек Грешит Интересное Размышление Имам Ибн Аль-Кейм Говорит Раб Аллах Ассо Аля Совершать Может Грех По Двум Причинам Первая И она Более Пагубная На мой Взгляд Когда Человек Плохо Думает О Своем Господе Он Считает Что Даже Если бы Он был Покорен Господу И предпочел Его То есть Предпочел Аллаха То Он Не дал Ему Ничего Лучшего Из Дозволенного Уловили На самом То Деле Аллах Спонаталя Из Того Что Запретил Обязательно Дал То Что Человек Мог Б Обрести Посредством Харама Дал Способ Обрести Это Дозволено Ну Например То есть Интим Женщины Он Может Быть Харамом А Может Быть Халялем Харамом Когда Он Может Быть Когда Он Незаконный Когда Не Прочитан Никя Но Может Быть Халялем Когда Прочитан Никя Или Человек Выпил То Что Дурманит Его Разу То есть Он Хочет Насладиться От Напитка Если Обобщать Но Лас Фантали Запретил Ему Всего Лишь Одну Разновидность Напитков Тех Что Дурманит И Приносит Вред Его Телу Разуму И Разлагает Его Душу В конечном Но Разрешил Огромное Количество Напитков И Оно Так Есть И Оно Так Есть Понимаете И Удивительное Положение Человека Который Грешит И Имам Нахаим Подводит Такой Вывод Приводит К такому Выводу Первое Почему Человек Грешит Скверно На самом Деле Думает Об Аллахе Как Ты можешь Ити Против Воли Аллаха Делать То Что Тебе Запретил На то Что Ты Получишь Какое Наслаждение От Чего В то Время Как Аллах Дал Возможность Получить Наслаждение Того Вида Которому Ты Стремишься Посредственно Совершения Греховного Другим Способом Тем Что Он Дозволил То Есть Это Своего Рода Дерзость На самом Деле Плохо Думать Об Аллахе Скверно Думать Об Аллахе Это Вообще Один Из Таухид И Книгу Таухида Знает Об Вторая Причина Она Менее Пагубная Но Она Также Пагубная Он Знает Что Это Не Так То Человек Понимает Осознает Что Это Не Так То Есть Он Думает Хорошо Об Аллахе И Что Тому Кто Отказался От Чего Либо Ради Аллаха Он Даст Замен Нечто Лучшее Он Знает Это Он Понимает Это Но Страсти О Которых Мы Уже Ранее Говорили На Страсти Его В нем Побеждают Тот Разум Ока Про Который Мы Говорили Да Разум Сердца То Есть Страсть Одолевает Его И Терпение Он Не Может Проявить Первый Случай То Есть Когда Человек Скверно Думает Об Аллахе Он Обусловлен Слабостью Знания Невежественностью А соответственно Слабостью Имана А второй Слабостью Разума И Сознательности И далее Имам Накайя Приводит Высказание Яхья Ибн Муаза Который Сказал В этой же Главе Мольбу Мольбу Того Кому Аллах Помог Собрать Сердце Своего Время Обращение К нему С мольбой Он Не Отвергнет Когда Человек Сосредотачивается Он Остро Ощущает Свою Потребность Господе И Неспособность Обходиться Без Него То есть Без Своего Господа Надежда Его Усиливается И Редко Мольба Его Остается Без Ответа И словно В этих словах Заключительных Он Как бы Дает Орешение Возможное Орешение Проблемой Ослушания С которой Сталкиваются Многие То есть Если Человек Страдает Из-за Того Что Он Ослушается Аллах Сунат Если Он Испытан Этим Если Он Не может Собладать Своими Страстями То Первое Что Ему Необходимо Делать Это Обратиться С искренней Мольбой К Аллаху Сунат Али Чтобы Он Ни на миг Не оставлял Его Собственной Не предоставлял Его Собственной Низменной Душе Чтобы Аллах Сунат Али Помог Ему Искренне Раскаяться И Больше Не возвращаться К этому Греху На самом деле Многие из нас Страдают От этого И на этом Мы сегодня По книге Имам Накима Рахмаллах Остановимся Иншаллах Рахмаллах 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 Рахмаллах